Ого! Слушай, а тебе иначе 20? Правонарфорта нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, усиляет либидо и потенцию. Человеки оценят. Женки запомнятают. Тему Херсона еще будем обсуждать в течение эфира. Сейчас поговорим о таком. Лукашенко сегодня приехал в Россию. По данным российских СМИ, там он, в частности, примет участие на встрече президентов стран СНГ. Но запланирована эта встреча на 26-27 декабря. Зачем уж настолько заблаговременно осуществлять такой визит и какие цели еще может преследовать самопровозглашенный президент Республики Беларусь? Об этом говорим дальше. С нами на связи старший советник Светлана Тихановская. Франок Вечерко. Франок, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Перед тем, как обсудить сегодняшний приезд Лукашенко в Россию, поговорим о недавнем визите Путина в Беларусь. Буквально накануне этого визита, за несколько часов, вы в нашем эфире говорили о том, что этот визит — это такой себе жест царя-самодержца в сторону своего гауляйтера Лукашенко. да, дескать, вот, ну, он соблагоизволил посетить оккупированную им же территорию. И что этот визит не несет в себе никаких глобальных договоренностей или последствий. Как думаете, тот ваш взгляд на еще тогда не состоявшийся визит Путина к Лукашенко оказался верным? Да, мы же не наблюдаем там особенных изменений после этого визита. Конечно, Лукашенко получил заряд такой поддержки, энергии на продолжение работы. Я думаю, что Путину важно было убедиться, что Лукашенко будет верен и лоялен, когда начнется очередная атака с белорусской территории на Украину. А для Лукашенко было очень важно продемонстрировать своим собственным пособникам, своему окружению, что Путин все еще его поддерживает. И весь этот пиар, фоточки около новогодней елки, встреча у трапа самолета, это все имело цель создать такую картинку дружбы, коалиции, альянса. Для Путина важно было показать, что это не просто марионетка-вассал, а это вот суверен, независимый государь. Тогда и сила, и возможности использования этого вассала намного больше, чем когда он выглядит как марионетка. Для Лукашенко тема суверенитета его собственного очень больная, и поэтому он во всех пресс-конференциях, брифингах после встречи подчеркивал, что да, мы как суверенное государство поддерживаем Лукашенко, но мы-то все понимаем, что он делает все, что скажет Путин. А зачем, как вы думаете, Путин Шойгу привозил в Минск? Он привез не только Шойгу, он привез и Лаврова, привез всю основную свиту приближенных десижн-мейкеров Кремля, они там провели свои какие-то билатеральные встречи. Интересно, что они избегали темы войны, делая такой вид, что война – это такое на фоне, а у нас здесь все стабильно, все стабилизировалось, говорили про космос, про экономику, про футбол, а война – ну, там самолеты новые подготовим, возможно, ядерное оружие разместим, но это так, это второстепенное. И потом на лукашенковских телеканалах показывали, вот как Лукашенко спокойно рулит страной, это совсем расходится от той реальности, которую обычно видят люди, что страна в глубоком, глубочайшем кризисе политическом, экономическом, а Лукашенко демонстрирует, как бы успокаивая людей, все разрулилось, спокойно я контролирую. И к сегодняшней новости, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил уже, да, он прилетел в Россию, и в частности в рамках этого визита запланирована встреча с Владимиром Путиным. С чем связана вот эта вот, скажем, постижная встреча двух диктаторов, которые виделись, ну, менее чем неделю назад? Что, соскучились? Соскучились, не скажу. Я думаю, что внутри они друг друга ненавидят. Еще со времен Ельцина, когда Ельцин выбрал Путина на пост своего преемника, а не Лукашенко, но они имеют такие симбиотические отношения, нуждаются друг у друга, друг дружку, как никогда раньше. Сейчас, я думаю, им надо создавать информационные поводы, я думаю, что и нагнетать ситуацию. Также, знаете, все эти встречи приковывают внимание мировых СМИ. Для Лукашенко, например, очень важно оставаться релевантным, потому что после 2020 года его перестали считать президентом, лидером. Он от этого страдает внутренне. И каждый визит к Путину или встреча, или даже выступление, сразу он появляется в CNN, в BBC. Это тешит его личное эго. Поэтому он ищет каждую возможность, чтобы куда-то выехать на саммиту ДКБ, СНГ, в Казахстан, к Путину. Это уже девятая встреча их с Путиным. Еще две или три было во время разных саммитов. И видно, что они не останавливаются. Кроме того, что он там встретится с Путиным и возьмет участие в этом саммите СНГ, который тоже трещит по швами, разваливается, он посетит центр Гагарина, там, где будут говорить про посылку белорусского космонавта в космос. Так вот, мы надеемся, что Лукашенко вызовется первым добровольцем. Да, это очень оптимистичное желание. Ну а зачем это? Это какое-то прикрытие, вот эта поездка его в звездный городок, где проходит отбор белорусских космонавтов. Для чего? Господи, этим-то зачем еще заниматься? Вот так я спрошу вас. Блин, ну, мне кажется, что это напоминает какую-то тоталитарную пропаганду. В советское время, в самые ужасные времена, там и Сталин, и потом все следующие, и Брежнев, и Хрущев, там посещали какие-то молокозаводы, кукурузные фермы, как фермы эти, угодья, создая картинку, что мы здесь цари, все под контролем, и не только единой войной живы. И вот эти разговоры про космос, они как бы должны, имеют, наверное, цель затуманить вот эту всю военную истерию, которая происходит на фоне, как бы успокаивая, убаюкивая людей. Не волнуйтесь, никто не умрет, вот мы в космос людей посылаем. Это единственная цель. Но вообще, другой логики я не вижу. Ну да, слушайте, Лукашенко этим летом объездил, по-моему, все возможные пшеничные, картофельные поля в Беларуси. Прям вот как, ну, если бы там была еще кукуруза, и такие штаны на нем, так что пояс ближе к груди застегивался, ну вот, ну, Хрущев, вылитый Хрущев, и ничего не скажешь. 26 и 27 декабря будет проходить встреча президентов стран СНГ. Выглядит, ну, даже звучит это немножко, но это такая, знаете, как будто вот заседание президиума позднего Брежневского периода, там, где 80, а то и 90% участников спят в силу различных физиологических и возрастных причин. Но все же, что, что-то существенное может все-таки будет обсуждаться на этой встрече? Вам что-то известно по этому поводу? Ну, СНГ в целом это такая мумия, которую Путин и Лукашенко пытаются пинать ногами, мол, когда ты проснешься, давайте там воссоздавать Советский Союз. Но эта мумия как лежала, мертвая, это так и лежит. И в виде интереса у других стран, кроме Лукашенко и Путина, воссоздания СНГ или СССР 2.0 нету. Обсуждать, скорее всего, снова будет много разных там интриг. Возможно, они снова там между собой будут ссориться. Лукашенко будет строить из себя такого главного спикера, пресс-секретаря Путина. Я не уверен, что будет что-либо подписано. Все там члены СНГ, они пытаются дистанцироваться от России. И то же самое, как и члены АДКБ. От России последние месяцы. И если там даже не то, что активную часть они берут, они так тихенько там саботируют, не выступают, не берут слова. А их медиа в странах, особенно там Центральной Азии, они просто игнорируют вообще события как таковое. Слушайте, но если у тех оставшихся стран, их президентов такое отношение к этому СНГ, ну что они тогда ездят на эти встречи? Ну это на каникулы к нелюбимой бабушке. Ну это не хочется, а надо. А почему надо? В чем, да, в чем... Эффективность этих встреч, а почему это наливая? Ну, я думаю, что они понимают, они, наблюдая ситуацию в Украине, они пытаются как бы уберечь себе от возможной эскалации прямого столкновения конфронтации с Россией. Потому что сейчас любой демарш в сторону Путину, они понимают, что могут получить ракетой по голове, и это главный сдерживающий фактор. Это касается и Армении, это касается и... Ну, Казахстана в меньшей степени, Казахстан сейчас более такой проевропейский, проактивный, но взять, например, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, они не хотят вступать в прямую конфронтацию с Москвой. Я думаю, что из-за этого они едут, но это делают максимально символическим жестом, при этом все меньше и меньше уходят там от создания или развития каких-то совместных политических или экономических проектов. Франок, очень коротко, если у вас получится ответить на вот такой вопрос, аналитики Института изучения войны оценивают повторное наступление россиян с белорусской территории как маловероятное, но возможное. Что вы об этом думаете? Ближайшие два-три месяца маловероятно, но ничто не значит, что они не смогут доставить очередные эшелоны с живой силой и военной техникой ближайшие месяцы к весне, поэтому нужно внимательно следить, мы будем вас информировать, наши волонтеры с проекта «Белорусский Гаюн» работают день и ночь о всем, что происходит. Но сейчас, конечно, это маловозможно, что они такую атаку будут делать, будут имитировать бурную деятельность и максимально создавать такие точки давления на Украину. Франок, спасибо вам большое. Со старшим советником Светланой Тихановской Франоком Вечеркой поговорили о том, зачем Лукашенко сегодня прилетел в Россию, зачем собираются 26-27 декабря президенты стран СНГ и о возможном наступлении российских оккупационных войск с территории Республики Беларусь.